Летняя пора, пожалуй, самое вкусное время года. В этот период созревают полезные фрукты и ягоды. Но немногие знают о том, что за сладостью клубники и косточковых ягод может скрываться опасность для людей, страдающих от аллергии, а также испытывающих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Воздержаться от частого употребления ягод советуют людям с выраженным гастритом и язвой желудка, так как, например, кислый клубничный десерт вполне может спровоцировать приступ. Я думаю, что это органические кислоты могут провоцировать клетчатка, пектиновые вещества, хотя их, наоборот, иногда мы употребляем при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рекомендуется, да, достаточное количество клетчатки. Но вообще это индивидуальный, конечно, должен быть индивидуальный подход, потому что, скорее всего, это ваша индивидуальная непереносимость именно этой ягоды. А заменить можно любой другой, на который, например, у вас нет такой реакции, вашего желудочно-кишечного тракта. Для большинства свежих сезонных фруктов, ягод и овощей найдется альтернатива. Если употребление их в сыром виде вызывает дискомфорт, запекайте в духовке, готовьте сладкие десерты. В этом случае при переваривании нагрузка на желудок уменьшится. Еще один вариант – это фруктовый или ягодный компот. Врачи говорят, что такая альтернатива не менее полезна. Все необходимые витамины сохраняются практически в первозданном виде, кроме витамина С. Воздержаться от частого и безмерного употребления сезонных фруктов и ягод советуют и аллергикам. Но здесь все немного сложнее. Истинная аллергическая реакция не зависит от количества проникшего в организм антигена. Она может одинаково сильно развиться и на минимальное количество, и на достаточно большое количество продукта или любого другого аллергена, который поступил в организм. Все дело в том, что любой аллергик, который имеет реакцию на пыльцу растений или на пищевые продукты, должен знать о перекрестной аллергии. Содержащиеся антигены в растениях, на которых у человека аллергия, содержатся и в родственных по антигенам продуктах питания. Например, если у вас аллергия на цветение злаковых, то не исключено, что клубнику, кукурузу и спаржу вы есть не сможете. Реакция на березу и ольху могут возникнуть проблемы с употреблением яблок, персиков, абрикосов, а также других косточковых фруктов и ягод. Ну и наконец, если вы испытываете дискомфорт от нахождения рядом полыни, лебеды, амбрузии или одуванчика, то аналогичная реакция может возникнуть при употреблении в пищу арбузов, дынь, кабачков, огурцов и семян подсолнечника. Список этот не очень маленький, но известный. Поэтому, конечно, если у человека аллергическая реакция на пыльцу растений или на пищевые продукты, он должен знать эти перекрестные антигены, чтобы внимательно относиться к употреблению в пищу определенных продуктов, ну и следить за возможным развитием реакции. В списке неприятных аллергических реакций на сезонные ягоды и фрукты, включая перекрестную аллергическую реакцию, числятся заложенность и отечность слизистой носа, частое чихание, приступы кашля, припухлости и зуд глаз. Также могут возникнуть и некоторые серьезные реакции в виде появления сыпи, зуда, развития ангионевротического отека, отека квинки, и анафилактического шока. Поэтому с начала лета перед поеданием сезонных ягодных и фруктовых десертов стоит проконсультироваться с врачом, особенно при аллергии и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Всем остальным, кто не испытывает дискомфорта, ягоды и фрукты принесут не только пользу, но и отличное летнее настроение. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События.